так всем привет значит сегодня хочу рассказать о том что мы сдавали тест в нашей школе английского языка на Норс Хайландс Чартер Скулл вот тест сдавали такой он известен по всем штатам вы можете зайти на сайт casas.org пишется вот вверху видите casas.org вот можете зайти посмотреть его что это за тест что это за уровень в общем я когда еще находился в Беларуси я там читал что многие здесь дают какой-то тест и определяют их уровень некоторые даже в школу не берут VSL потому что говорят у вас уже уровень высокий вам сюда не надо некоторые говорят что вот я приехал у меня intermediate курс курс уровень intermediate курс уровень что я заговариваюсь вот и типа какой смысл мне ходить в школу уже с таким уровнем это нормальный уровень вот в общем то разные слухи и разные разговоры я слышал теперь вот я сам все это прошел вот мы вчера писали и жена моя писала и соседи некоторые ходили писали вот то есть это вам дает определить примерно на каком уровне находитесь и что вам делать дальше примерно лучше вы определились что вы можете с этим уровнем английского уже делать вот скажу вам сразу покажу таблицу вот эту да не знаю насколько ее будет хорошо видно вот что у меня фокус тут на даль сделан вот ну вот вы видите смотрите вот скажем уровень 200 да вот низ уровень меньше 150 этого нету это уровень вообще его даже не рассматриваю да скажем самый плохой ученик нашем классе набрал 191 по моему то есть ниже вот этого 191 он есть еще 180 там лау беги нин да но это но вы представляете то есть давайте сразу о низком уровне расскажу то есть тот человек который набрал даже 190 не 180 а 191 этот человек знает английский довольно плохо там у нас пару женщин арабских и они так ну говоришь им они пытаются на что они стараются научить их горються на что вот они стараются а были такие которые пришли бмэ два слова и все три дня походили ой что-то сложно дурацкая школа все они больше не будет вот но эти люди работают тут долго еще тут язык и кричать что работаем нету и учиться там невозможно и все такое у некоторых есть такой еще хитрый вариант кто год здесь прожил многие иночно хитрят идут в калыч комьюнити калыч и он платит им деньги вот то есть вариантов тут даете америку довольно много но как вы ее не даете вы все равно будете на низком уровне да то есть ну да рад тебе там что-то платят да ну ты же на социальном дне ты не бомж на тебе бомжевать тоже тут не дают а выдают тебе деньги но это не те деньги чтобы нормально жить вот хотя в принципе если ты доучишься помучаешься и доучишься и получишь образование это конечно большой плюс здесь сразу это вообще рывок но большинство здесь даже не пользуется они входят ходят 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 одну специальность вторую и толку нет никакого они ходят имеют по несколько наверняка специальность вообще получают вот ну мне такой пример здесь приводили даже в хумане в нашем не сразу сказали а вы собираетесь пойти учиться говорю ну не знаю не знаю тогда еще общего думал то не лучше работать она говорит я вам советую лучше учиться потому что пойдете работать посмотрите вокруг вы сакраменто это огромная русскоязычная посмотрите как где они работают да через 10-15 лет то есть они все потом но и как бы даже имея некоторые даже некоторые знают они уже и дома купили все но они реально вкалывают вкалывают и учиться как бы не хотят и спрашиваешь а почему так наш английский хорошо знать вот с этого же начинать надо было как бы но это один из вариантов это не идеально я вам скажу это то что я услышал я вам передаю как год в один из вариантов калифорнии учиться довольно легко если допустим по эти в техас и вам там ничего не дают идти учить за свои бабки ну там вообще короче беда вот у нас пасе есть пару арабов они переехали из техаса сюда там год прожили их там не приняли в колледж и они то есть только за бабки и все и за деньги и они приехали сюда говорит калифорния нам не нравится вставлять с техасом сравнивают говорит там культурнее там лучше но не видно жили в хороших районах я не знаю вот но они все хвалят техас техас лучше по всем параметрам но там денег не дают все за свои деньги может потому он и лучше что все за свои деньги я не знаю вот и вот кстати некоторые из этих арабов они уже школу не ходят у него уровень я когда пришел я пришел вообще с таким низким уровнем не знаю но я мог немножко там пару слов да с учетом того что не знал правильно я лепетала бы что там вообще мне там не времена там ничего не интересовало не там правильность какая-то не там глаголы вообще я просто слова говорил и вроде меня понимали это радостно было чего меня понимают ура машину блин там взял с тем кто там поговорил вроде поняли все разобрался и вроде бы даже рад был сейчас когда уровень растет и стало неплохо а я вообще сейчас говорить не могу я сейчас захожу в магазин и пытаюсь правильно построить и стою в ступоре вот на стол я читал что это есть они не у меня это не я такой это у многих так когда уже начинаешь знать как оно правильно и надо построить мне нужно время чтобы построить предложение не могу сразу выпалить а раньше я мог выпалить сразу там this table dirt там этот стол грязный там или дайте мне часы я там заходил там watch он тот вот чего нам не давал этого ура я сказал что надо сказать а я там просто одним словом они ну понятно догадались а теперь когда думаешь как это правильно еще не выглядеть дураком и и стоишь в ступоре и все а потом дома сижу и думаю блин так легко было это вот раз-раз-раз и раз-раз-раз когда не спеша дома подумал так вроде бы уже и знаешь общаться вообще не можешь там школе ура у тебя хороший уровень а я не могу я вот соседом даже там он вопросы какие-то задает я не понимаю вот вам прикол еще интересно в этом тесте что до что от нулевого уровня и где-то там до даже двухсотого почти это все плохо знаю вообще то есть я так понимаю тут так построено что даже тому кто знает пять слов ему дать там 180 баллов а не 3 балла и подстегивать его учить дальше потому что у нас там женщинка из афганистана она набрала 191 и она вообще довольная игры смотри какой у тебя уровень да она сидит улыбается класс такая я не ожидала вот в америке все так сделано да вот совке так сделано чтобы двоечник два тебе два сиди там в дерьме ты говнюк последний вот в америке 3 вот реально вот там гнобят понимаете всех гнобят здесь даже самого плохого говорят ну ты молодец ну тебя получается и этот самый плохой он еще начинает стараться он начинает еще да он а сегодня сидела на уроке такая счастливая на все вопросы отвечала учитель говорит мой самый лучший ученик это самый трудный ученик вот он трудно вот она трудный ученик да и сложнее всех дается это мой лучший ученик я буду ему больше стараться я буду с ней больше заниматься о чем мне А вот там сидит парень, в принципе он разговаривает на английском, так плотненько, но разговаривает. И он ходит на эти вот классы, ему уже учитель несколько раз намекал, что тебе надо другой уровень, а ему просто время лупить, чтобы белфер платили и все. И не хочет он заниматься, хотя если бы он занимался, он бы пошел бы учиться и все, у него все получается, все нормально. Трата времени. Вот мой score 200, мой score 216, да, и так я немножко оговорился, мой score 212, вот он видите 210 и чуть выше, то есть как бы я имею уровень height intermediate, да. Что этот уровень подразумевает, да, SLP 5, listening and speaking, да. В общем тут умение, тут все расписано, да, я просто вы его не увидите. В общем зайдете на сайт, это все табличка, вот это есть на сайте, это можете все почитать, что он подразумевает, что вы умеете читать, что вы умеете, то есть какие вы можете документы оформить, да. can write messages or notice related to basic needs, can fill basic medical forms and job applications, вот, то есть вы можете заполнить медицинские формы и рабочие аппликации для работы, вот, can handle jobs and training that involve following basic world. В общем, вы можете очень много всего сделать, но общаться, как бы вы с этим уровнем, да, вот даже с моим 212, я как бы не могу, могу так простенькими, простенькими фразами. Поэтому, вот уровень advanced, да, вот это уже хороший уровень, вот с этим уровнем можно идти в college. Вот, в принципе, мне учитель тоже посоветовал, говорит, тебе лучше в нашем классе уже не сидеть, говорит, потому что ты время, будешь просто просиживать, как бы, время. Тебе нужно не в большом классе, а в маленьком, чтобы твой уровень быстренько рос, вот, с индивидуальными такими, как бы, занятиями или что-то. У нас есть bridge-класс, вот, он говорит, иди в bridge, но в bridge не берут, потому что 221 нужен score, а у меня score 212. Вот, он говорит, еще чуть-чуть позанимайся, еще раз дашь касса и иди в bridge-класс, вот, и плюс в нашей школе, расскажу еще о школе, то есть уровень для того, чтобы получать специальности, в нашей школе бесплатно учат на трак-драйвера, дизель-меканик, потом, не знаю, как это называется, в общем, вас учат, типа, основам бизнеса, для того, чтобы открыть свое дело, что нужно, чтобы открыть свое дело, вот, такой целый класс. Но там везде score 221, 221 и есть даже 230 score, мне 231 в некоторых классах, поэтому еще надо немножко, то есть, я могу в нашей же школе, вот сейчас я еще чуть-чуть подучу, да, и, в принципе, я могу перейти в нашей школе и получить специальность, вот, все говорят, ой, трак-драйвер там дорого, вот, пожалуйста, идите. То есть, вопрос только что в английском, в нашей школе бесплатно учат на трак-драйверах, но вы должны иметь, а, вот еще что интересно не рассказал, да, вы должны иметь уровень английского, чтобы вы могли понимать вообще человека, который с вами разговаривает. Что еще сказал наш учитель, да, что в школу общую, общеобразовательную, получать вообще предметы, общеобразовательные, школьные, да, то есть, если вы хотите получить high school диплома, да, это уровень приблизительно 221 и выше, то есть, все уровни ниже 221, которыми там некоторые гордятся, там, у меня такой уровень, я пришел, сразу сдал, о, у меня не самый низкий, у меня там high intermediate, да, это уровень вообще детского сада, чтобы вы знали. С этим уровнем вы даже не можете получать обычное школьное образование, вот это школьное образование high school диплома, вы не можете с ним получить. То есть, вам надо еще выше скор, чтобы получать школьные предметы. У нас в школе можно тоже получить, кто хочет, у кого нет, ну, вы как бы не приедете, у кого нет, но, ну, может быть, у кого-то, да, там, школу не закончил, нету обычного вообще образовательного документа, что он школу закончил, полное, там, 11-12 классов, я не знаю. Вы можете прийти к нам в школу и, зная английский, просто получить американский документ об образовании, да, сказать, что вот у меня нет, даже можно дурака включить, даже если он у вас есть, но какой-то там непонятный, вы можете сказать, у меня нет диплома об образовании, что мне нужно, какие-то предметы там, вы можете эти предметы у нас отучиться в школе, я там не знаю, как там уже, насколько можно что включить, вот, но, в принципе, я так думаю, раз учат, значит, можно, потому что там американцы приходят с недоученным образованием, и они здесь получают, доучиваются, вот, и получают обычный high school диплома, вот. Вот, все наши соседи, вообще весь наш класс приблизительно сдал очень неплохо, я вам скажу. То есть все сдали в районе, там, 210, тут немножко система, я сначала подумал, что система не объективная, да, потому что самый плохой набрал 191, а самый хороший прямо в классе набрал 200, там, что-то 19, по-моему, и все остальные, вот так вот, 210, 212, оказывается, там, система так построена, чтобы плохому не дать плохую оценку, его подстегнуть и дать ему уровень, там, а потом каждый пункт, это очень прилично, это очень много, да, то есть между 210 и 212, это прилично, между 212 и 216, это очень-то приличные, там, такие знания, понимаете, то есть я смотрю, кто тут, даже из тех девчонок, что вы у меня на видео видели, местные, ну, девчонок, на моих соседей, да, вот. Есть люди, которые, в принципе, разговаривают, в принципе, разговаривают, и вот, скажем, уровень понизили, сначала вы делаете writing test, то есть письменный тест, пишите, отвечаете на вопросы, по-моему, writing и reading, вот. Вот, а потом отдельный тест идет listening, так вот, вы общий тест сделали, и мне, допустим, у меня скор вышел 212, потом я делал тест listening, да, только там вот слушаешь, и каждый раз, когда правильно отвечаешь, вопрос сложнее, 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 все, быстрее, 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 говорят, 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 оба, уже ничего не понимаешь, делаешь ошибки, он начинает снижаться, и он ищет ваш уровень вот таким способом, то есть то проще вопросы, то сложнее, то проще, то сложнее. И вот оно как-то так вот ищет, 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 и раз, и у меня уровень на 2 балла ниже вышел, то есть writing test у меня 212, а listening получился 210. У некоторых очень сильно, то есть вот тут у нас некоторые набрали 226 в writing test, это, там, гуд, это уже нормальный уровень такой, когда это уже человек может общаться, разговаривать, а потом listening test человека опускает, там, где-нибудь там 216, 213, понимаете, то есть вроде бы говоришь, а на слух хуже определяешь. Вот такая вещь, вот такой он ESL, CASAS test, да, это вот в школах этих ESL. ESL, кстати, расшифровывается, по-моему, English Secondary Language, а, да, английский, как второй язык, вот, это для таких вот, как мы, всех приезжающих. Вот такой он тест, вот этот я рассказал, для чего он нужен, то есть вообще нам говорили с этим тестом, он везде сдается, то есть вы с ним можете прийти, если он у вас хорошо сдан, то я не знаю, какой уровень надо набрать, чтобы, допустим, пойти в college и сразу учиться по специальности, так тоже можно. То есть если вы принесете там, я не знаю, CASAS, этот надо тест сдавать или нет, но если вы его принесете, этот тест, они сразу увидят, на каком вы уровне. Ну, в принципе, этот же тест, наверное, в любом ESL классе, даже если вы в college идете, там тоже ESL, и пока вы не сдадите английский, вы даже предметы изучать не будете. Как вы будете предметы изучать, если вы двух слов связать не можете. У нас учитель очень удивлялся, когда пришли арабы сейчас, двое нормально, уже так, ну, лучше меня, скажем, по-английски могут общаться, а один вообще не бум-бум, но они все поступили в college. И он говорит, как вы там будете учиться, там же вы меньше 12 поинтов в год, если набираете, всех отчисляют. Вот меньше 12 поинтов идет отчисление из колледжа, вот, а он говорит, а я могу, говорит, набирать поинты, говорит, ходить на кукинг, на свиминг, ну, на плавание, на приготовление пищи, еще там что-то. Там есть такие предметы, которые, там бег, не знаю, там вот такой гигант, мой Ахмед создавался там бег сдавать, он уже с палочкой такой инвалидный ходит. А он говорит, я буду сдавать бег, я буду сдавать кукинг, приготовление пищи, и, там, свиминг, бассейн, там, я не знаю. Вот. Ну, вот у них такое в планах, я не знаю, как они там планируют в колледже там учиться, но посмотрим. Может быть, я их всех буду видеть еще здесь, они все рядом, а с колледжей тут вокруг навалом. Вот такое видео я, значит, замутил, да, про тест Кассос, как мы его сдали. Хай, то есть я раньше думал, я читал на сайтах, на разных, да, там, вот у меня там люди пишут, парни там, молодежь там, у нас уровень интермедейт, я думал, это такой нормальный уровень. А сейчас мне присвоили уровень хай, хай интермедейт, то есть у меня высокий. А я смотрю, да, я не знаю, как это, как я там наотвечал. Вот. Ну, тест такой полезный даже для себя, то есть там не подсмотреть ничего, соседки сидели там сразу раз. А этот вопрос, каждому дается отдельный ноутбук, у каждого стоит на столе, принесли, и приехал человек, с таким коробками ноутбуков, всем разложил ноутбуки, всех подключил в свою систему через интернет, свое какое-то устройство, не знаю, как он там входил, но то есть там, наверное, чтоб никак никто не мог подсмотреть или что. То есть все через интернет, через свою сеть запитаны, все это сделал, и у каждого другие разные вопросы. Одновременно все начали, все, тест поехал, вводите свой ID, кто вы там, что вы, пошел тест. Там соседка, а вопрос такой-то, а я смотрю на другие, а у всех разные вопросы, вот у кого компьютер не глянул, какой. У всех вопросы пошли разные. Там, по-моему, вот у меня сразу было три таких вопроса с длинными предложениями, я там буквально почти наугад, там по словам просто определил, примерно так, и через четыре вопроса у меня раз, сразу уровень смотрю, пошли легкие-легкие вопросы, я там раз, раз, раз быстренько отвечал, они опять сложнее, 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 потом раз для какого-то уровня, потом опять что-то упало, опять для какого-то, и вот такое вот шло. Вот. Пару вопросов на слуховом тесте, вот на лысином, я не успевал, да, там вот тем, если кто-то будет сдавать, учтите, что если горит снизу будильничек, надо быстро отвечать, это уже у вас все, время. Иногда дает два раза послушать вопрос, а иногда не дает вообще, один раз проговорили, и все, и сразу будильничек, и быстро отвечай. Я пару раз знал ответ и думал, ну-ка еще раз послушаю, чтобы вот убедиться, да, а вот там нет, все, раз, вопрос пропал, как бы вам уже не зачет. Вот. Ну, так как у меня разница между тем тестами этим небольшая, то я думаю, в принципе, вот я близко, вот у меня listening and writing примерно одинаково идет. Вот, что я вам еще хотел рассказать. Все? Вроде бы вот так оно все прошло. О, для вас, не знаю, интересно ли эта информация, неинтересно. Нам она интересна, мы в ней варимся. Мы в ней варимся, и я каждый день думаю, что делать дальше. То есть, я вижу, как вокруг люди работают, где люди работают, чем занимаются, и вижу, что тут надо учиться, да, иначе будете вкалывать, будете по-черному вкалывать изо дня в день. Тут уже некоторые даже разговоры такие пошли, что, о, не та Америка. Ха-ха, телек, она смотрелись в киношек, и думали про киношную Америку. А она в реалиях немножко, да, другая. Вот, у некоторых уже тут такие разговорчики пошли, что Америка, типа, уже не так совсем все представляет. Надо идти учиться, значит, да. Потому что работать, никто вам за работу неквалифицированную хорошо платить здесь не будет. Тут дармовых, тут дураков вообще прут-пруди миллионы. Желающих, не желающих учиться, а желающих просто прийти и работать. Причем не надо, даже специально с ними хотят получать ничего. То есть, дармовых рук таких вообще, которым просто и работать, их тут миллионы. И если вы с ними хотите конкурировать, да, конкурируйте, да, со стадами черных, стадами мексов нелегальных, стадами наших нелегалов. Тут стада, реально, толпы просто этих людей, которые там готовы там за десятку, и то десятка, о, рады, и то раньше меньше получали. Вот. Учиться здесь легко. Я вам так скажу. Я еще не пошел, но я даже так сейчас смотрю, что мы учим. Тут не сложно учиться. Никто вас гнобить тут не будет. Выбор есть и предметов, и того, и всего. То есть, хотя бы специальность получить. Как только вы здесь имеете специальность и пойдете по специальности, уже совсем другой уровень. К вам другое отношение. Английский тоже. Английский сильно влияет на отношение к вам. Поэтому я делаю упор тоже на английский, потому что куда ни позвони. Я уже оплавился на работу в разной организации. И как бы, я так понимаю, с моим английским иногда напишу, там, напишите о себе. Напишешь что-то такое, что думают, ну, понятно, трех слов связать не может. Вот и проблема получается. Поэтому поступательно решаем все проблемы потихонечку. И английский, он очень-очень-очень важен. Вот. То есть, даже моя школа, да, никуда мне не надо бегать, никуда. Я в своей же школе, я же учусь. Учитель прекрасно видит мой уровень. И он говорит, вот еще чуть-чуть, ты переходишь в бридж. А из бриджа класса можешь параллельно уже получать специальность. Пожалуйста. Специальность довольно востребованная, да. Тот же дизель-механик, он на любое обслуживание этих грузовых машин довольно актуально здесь. Там, как бы, с компьютерами что-то связано. Еще есть специальность. И вот для бизнеса, для открытия своего дела. Дело открыть здесь недорого. Да, есть многие там, допустим, шап открыть. Я поспрашивал с ребятами. Вообще тут очень недорого. Тошновато начать без опыта, да. Или тут в основном все идут кому-то работать. Работают там годик, полтора-два. И открывают. Те, кто отучились и открыли какие-то шапы такие специфические, тут вообще люди прекрасно живут. Поэтому, глядя на все это, стимул есть учиться, да. И глядя на то, как некоторые работают, тоже стимул есть учиться. Посмотришь и... Вот. Стимулов очень много. Все в Америке на стимулах. Я так думаю, что здесь все построено. От маленького ребенка, тут тоже стимулирует. В школе Яник ходит, да, там, в пятый класс. Вот. И все на стимулах, да. Ты что-то сделал. Вообще, что бы ты ни сделал, если ты проявил инициативу, тут же награждение. У нас наоборот. Проявил, иди делай. Иди работай. Вот. Иди больше всех там вкалывай, тебе ничего за это не будет. Тут наоборот. Где-то что-то помогал, проявил. Им такие, типа, школьные доллары дают. Потом они на эти школьные доллары идут, там, конфеты, мороженое. То есть, постоянное поощрение. Во всем. Во всем. В любой школе. У старшего в школе, там, лаптопы, какие-то наушники, там, MP3-плееры, там, всякие. То есть, все на стимулах. В школах стимулируют. На работе тоже все на стимулах. Там, обучение какое-то. Все на стимулах. Все сделано, да. И никто на вас не будет там орать, кричать, даже если вы самый худший ученик. Никто не будет ничего. Давай, давай, пробуй, старайся. Смотри, ты можешь выиграть. Смотри, ты можешь быть чемпионом. И вот так вот. Пожалуйста. А даже если ты ничего не хочешь, никто ничего. Не-не-не, спокойненько, да. Вот тебе уровень пониже. Тебе что, трудно? Вот тебе уровень пониже. Занимайся, пожалуйста. Хочешь заниматься? Не хочешь заниматься? Нет проблем. Идешь вон, работаешь. Пожалуйста. Просто ходи. Просто ходи. Получи базовые знания. Надо же кому-то тротуары, там, асфальт ложить, там, или еще что-то. Никто никого не напрягает. Вот тебе нравится вот это, все, это твоя дорога вперед, молодец. Ты чемпион. Ты всех сделал. Вот так вот. Вот такой итог нашего обучения. Нашего, даже не обучения, а нашего теста. Нам так долго про него рассказывали, что это что-то такое серьезное. А сейчас сдали, смотрю, ну так, для себя. Для себя, вот, понять вообще, где ты, где ты и что ты, и что ты знаешь, что ты понимаешь. Все, ребят, всем пока. Сайт полезный, можете зайти посмотреть. Я не знаю, можно ли со стороны сдать, пройти этот тест, я не знаю. Мне было бы интересно вот так вот учиться и заходить. И просто раз, его еще раз пройти, еще раз. Кстати, что интересно, я когда сдал тест, мне написало в конце, мы рекомендуем вам пройти этот тест еще раз. Спросил у девчонок, я говорю, у вас писало такое? Нет, никто не писал. У мамы не писало такого. Так что не знаю. Ну все, всем пока, всем удачи. Вот так оно пишется. Спасибо.